Я сегодня хотела поговорить и поднять такую очень важную тему, которая, как мне кажется, в жизни супер важна. Это наше неумение отвязываться от прошлого, наши привязки, которые мы себе создаём к людям, к событиям, к ситуациям, и каким образом нам это вообще мешает развиваться в жизни, ограничивает нас очень сильно. И, по сути, не даёт нам возможности развиваться так быстро, как бы нам хотелось, достигать каких-то своих новых целей, вершин, вообще открывать то бесконечное количество дверей и возможностей, которые есть абсолютно перед каждым из нас. И вот мне сегодня эта тема, очень хочется её пощупать, потому что практически постоянно я получаю в директах, на личных каких-то консультациях, запросах, в марафонах. Вот этот вопрос, как, вот что делать. Если я буду меняться, да, людям страшно меняться, потому что страшно, что люди, которые вокруг, не поменяются. И у многих существует такая, ну, даже немножко паническая история на тему того, что, а нужно ли мне что-то делать с собой, ведь тогда мне придётся поменять всех и вся, а это очень и очень страшно. И люди предпочитают ничего с собой не делать, ничего никак не менять для того, чтобы оставаться, ну, в том привычном окружении, состоянии, в котором они есть. Но при этом где-то страдают, да, от того, что вот всё, всё как есть. Почему это происходит и что с этим делать? А если у вас будут по ходу появляться какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Давайте начнём с основного. То есть почему вообще мы очень боёмся изменений, да? Почему так происходит? Ну, потому что банально мы очень люди, которые привыкают к какой-то определённой атмосфере, обстановке, ситуации. И если в ней, а в ней мы всегда находим своё, подчёркиваю, своё комфортное место. Знаете, есть такое классное выражение, оно, мне кажется, уже бутует в народе. Например, король шлагбаума, да? То есть вот сидит дядька, например, вот он там, не знаю, охраняет шлагбаум, поднимает, да? Там можно заехать на стоянку или нельзя заехать на стоянку. И вот он там с важным видом может вас не пустить, значит, на этот шлагбаум, там вот вы не поедете. Или консьерж парадным там бывает, да? Вас не пустят, вы куда? В общем, вы ему должны рассказать всю подноготную. И человек таким образом повышает собственную значимость и самооценку, да? Потому что в некоторых случаях, например, вы бы с таким человеком, может быть, на улице бы не заговорили. И скорее всего не потому, что он плохой, да? Ну потому, что он не вашего совсем круга. Но у человека появляется некое такое желание, знаете, на вас, что называется, оторваться, да? Вот оторваться на вас, значит. И там король шлагбаума вас может, не знаю, не пустить, запретить. Вот там, типа, как, знаете, охранник в школе родителям, там, да, вы не можете сюда пройти. И вот мы, люди, находим себе удобное место в том окружении, в котором мы привыкли быть. Где мы, возможно, лучше, чем кто-то другой. Ну, однозначно, мы всегда кого-то лучше и кого-то хуже. И в чем-то мы чувствуем, значит, свое превосходство. Это, кстати, объясняет вот эту историю про обычные школы, где директор школы, да, или учитель, там, чувствует себя королем. Вы помните эти истории про то, когда учителя, там, бьют детей, да, наказывают. Потому что это единственная возможность для человека столь низкого внутреннего уровня, внутреннего, обращая ваше внимание, хотя бы где-то почувствовать себя важным и значимым. Потому что везде его с говном мешают, зарабатывает он мало, платит ему мало. И вот у него вот эта вот мелкая значимость его, она где-то должна, значит, оторваться. И он там начинает это делать. То есть это зависит от нас. Я не говорю обязательно, что всё, ну, я вам такие очень контрастные примеры говорю. Но у каждого из нас это в жизни присутствует. И как только мы, например, выходим со своей компании в какую-то другую, где там уже, типа, меряются они вещами с рынка или, там, вещами с, не знаю, там, с Бершки или, ну, Зара, это уже приличный бренд, вот, а чем-то другим, то человеку сразу же становится дискомфортно. И у нас есть несколько моментов. Первое, простите, обосрать, да, то есть обязательно сказать, что там, значит, злые, конченые люди, которые там помешаны на деньгах. То есть обосрать всё, что связано с деньгами, со статусом, ещё с чем-то, почувствовать себя при этом более великим. Я-то не такой, я-то светлый, значит, я замечательный. И снова остаться в этом окружении, в котором ты есть, да. Но, возможно, немножечко элитненько всё равно себя чувствует, потому что у тебя сумочка-то из Зары, а у них даже не из Зары. То есть у нас вот этот момент сравнения у людей постоянно присутствует. И как только мы ощущаем, что наше окружение сложилось таким образом, что мы чуть-чуточку где-то в чём-то лучше, хотя бы перед кем-то, всё, нам, в принципе, комфортно. И мы, с одной стороны, вроде бы как хотим меняться, но с другой стороны, как только высовываем нос чуть-чуть дальше и сталкиваемся. Причём, знаете, чаще всего с чем сталкиваются? Человек, когда высовывает нос, у него есть такое ощущение, что ему кто-то по носу даёт. То есть есть такое ощущение, что его унижают. Вот поставьте плюсики, кто с этим сталкивался. Ой, вот тут что-то есть, у меня ничего не шевелится. Кто с этим сталкивался? То есть, вот знаете, ты там сидишь в какой-то своей комнатушке, а там идёт какая-то другая жизнь. Ты, значит, вылазишь, и тебе по носу херат, и тебе кажется, что тебя кто-то ударил. То есть ты думаешь, какие они все злые люди, я не хочу среди них быть, я совершенно другой. А на самом деле там идёт своя движуха. То есть там просто людям не до вас. У них своя движуха. В каждом круге, от таких кругов миллиарды, есть своя движуха. И история не про то, что вас кто-то бьёт, а история про то, что там идёт как бы вот этот свой водоворот, и людям просто не до вас. То есть банально они заняты собой, своим развитием, не потому что они хотят вас унизить, им вообще нету до вас дела, ну в нормальном смысле этого слова, да? То есть просто вот, вот как бывает, знаете, я, например, там с кем-то списалась, и потом просто забыла. И человек там уже себе, вот, она обо мне забыла, она, я просто ещё занята миллиардом других дел, мне надо просто напомнить о себе. И это, кстати, одно из качества успешных людей, можете себе прямо записывать, это не бояться о себе напоминать. Я не боюсь о себе напоминать, не потому что я нудила, а потому что я прекрасно знаю, что просто банально могут люди забыть, или там переписка в директе может потеряться, или просто у человека ещё есть миллиард других дел. То есть он не сидит и не думает, не буду-ка я этой, Ермиловой, отвечать, значит, потому что вот пусть почувствует себя скотина, значит, мелкой, там, жалкой, не знаю. Нет, человек просто, ну, он просто занят своей жизнью. И вот, значит, люди, которые, ну, например, такого склада мышления, или уже прокачаны там, как я, они прекрасно понимают, что для того, чтобы им расти, им нужно постоянно врываться в тот круг, где всё лучше, где все бегут больше, и где ты мелкая пешка, да, то есть где ты хуже остальных, вот так русским языком сказать, где ты хуже остальных, потому что только в этом случае у тебя есть возможность расти. Это же как? Ты приходишь, ты хуже остальных, но тебе хочется дотянуться, да? Это вот такая банальная штука, я не знаю, она пришла на танцы в группу, которая уже танцует, да? И я начинаю с ними заниматься, они уже танцуют, я сначала себя чувствую лохом, я вообще ничего не понимаю, а они уже все такие прямо классные, мне кажется, но если я регулярно начинаю с ними тренироваться, то в какой-то момент я становлюсь там такая же классная, как они, либо наоборот, но это в жизни на самом деле абсолютно совсем применимо. Но есть вторая моя позиция, когда я туда прихожу и думаю, не-не-не, я лучше пойду для новичков, я лучше буду дома, короче, я не буду высовываться. Вот вы должны понимать вот эту ключевую штуку, что если вы хотите в жизни расти и развиваться, вам нужно постоянно идти туда, где вам некомфортно и постоянно, где вы будете последним, да? Для того, чтобы у вас был вот этот вот интерес. В противном случае вы будете все время, значит, там ныть, и у вас, вы будете с одной стороны говорить о том, что да, вам очень сильно хочется что-то делать, а с другой стороны ни черта делать не будете. А теперь давайте посмотрим, в чем тут ключевая разница между людьми, которые делают так, как я сказала, да, все время куда-то суются, и между людьми, которые сидят на месте. Можно сказать, что они родились в разное время, да, там у кого-то больше уверенности, ни хера подобного. История только вот здесь, вот в мышлении, потому что одни однажды решаются ворваться, да, начинают над этим работать, там, не знаю, кого-то наслушались, может быть, меня, вот, может быть, прошли какие-то курсы, короче, куда-то вошли в какое-то движение, а вторые сидят такие на берегу, значит, там и либо критикуют, либо наблюдают, либо считают, что они еще не готовы. Вот этой готовности, ее вообще никогда не наступает, это просто, чтобы вы знали. То есть готовности не наступает никогда, кроме одного случая, когда вы сами включаете в себе эту кнопку. И вот, при чем тут тема привязанности, да, я ее, кстати, не написала, вы не знаете. Мы говорим сегодня о привязанностях и о нашем страхе разрывать эти привязанности с людьми, с событиями, с жизнью, потому что сейчас это очень и очень актуальная тема. Так вот, страх именно в том, что когда мы привязываемся, мы попадаем в некое свое сладкое болотце. Это болотце может быть в разных моментах, да, может быть просто как в образе нашей жизни, да, когда там, еще раз, я зарабатываю какие-то деньги на какой-то работе, у меня есть какие-то друзья, я могу себе позволить что-то покупать в магазинах, как-то одеваться, да, это моя картина мира, она у каждого своя, то есть она у всех одинаковая, только разный уровень всех этих историй. А вот, а есть люди, да, то есть, а есть люди, которым постоянно интересно идти наоборот, да, все время куда-то врываться и постоянно расти. Так вот, зависимость, я немножко начинаю сбиваться, потому что смотрю ваши комментарии, вот эти зависимости, в которые мы попадаем, мы попадаем в них абсолютно на разных уровнях. Вы должны понимать это, что абсолютно на разных уровнях мы попадаем в зависимость, ну, так называемой зоны комфорта, да, такая уже немножко заезженная фраза, и тем не менее. Откуда это все берет корни? Из головы, ребята, из головы. Мы все время с собой ведем диалоги, то есть у нас такой мозг, поскольку я все-таки эксперт по мышлению, я вам расскажу, у нас с вами такой мозг, в котором бесконечно идет поток мыслей, то есть у нас мысли никогда не прекращаются, даже во сне вот эти картинки галлюциногенные, которые мы видим под названием «Сны», это наши мысли, да, у нас все время наш компьютер работает, у нас не бывает такого, чтобы мозг не работал. Единственные способы, которые мы как бы знаем, это либо глубокий сон, там уже дельта уровень, не погнали ниже, ну, кто не в теме, тот не в теме, и это история про медитацию, то есть медитация – это как раз сознательный, то есть когда мы сознательны, я понимаю, что я хочу замедлиться, я понимаю, что я хочу все мысли выбросить из своей головы, кстати, не сразу все к этому приходят, для того, чтобы контролировать свои мысли. Так вот, история про то, когда мы попадаем в зависимость, это история про то, когда наши мысли начинают циклиться в какой-то некой парадигме, где мы себе расставляем роли, кто хороший, кто плохой, сколько мы можем заработать, сколько не можем, каким образом можем, каким не можем, и какие отношения для нас или не для нас. Если говорить про сферу отношений, потому что здесь привязанность, конечно же, колоссальная, поскольку люди считают, мы все в этом уверены, и поэтому, исходя из этого убеждения мы живем, мы все считаем, что нам нужна отвратительная фраза, сейчас скажу, просто вот ее всегда возьмите и сотрите, это самое неправильное в жизни, что может быть половинка, нам нужна вторая половинка. Я бы сказала, что было бы неплохо, если бы у нас был рядом классный партнер. Это вообще две параллельные, вообще две диаметрально разные вещи. Но если говорить про половинку, которую ищут люди, почему мне это не нравится? Да потому что сам формат половинки подразумевает, что меня половина. А если меня половина, значит я, простите, какой-то немножко инвалид, не хочу сейчас обижать людей, да, ну вот мы правильно с вами воспринимаем, вот как насколько нас научили этому глупому какому-то слову, что мы какие-то неполноценные, простите, вот мы неполноценные. И нам нужно найти кого-то, кто сделает нас полноценным, представляете? То есть мы, короче, идем, ищем кого-то, а мы же как ищем? Мы ищем не кого-то, кого мы сделаем полноценным, мы ищем кого-то, кто нас сделает полноценным, понимаете разницу? Мы не идем с багажом и говорим, слушай, чувак, я помогу тебе, значит, там, не знаю, разбогатеть. Мы говорим, нет, мы, я хочу, чтобы ты мне помог и желательно решил мои материальные вопросы, значит, сделал, чтобы мне было хорошо, чтобы у меня было хорошее настроение, шубу тоже, пожалуйста, в придачу, это мое счастье, вот, и так далее. То есть мы ищем кого-то, на кого мы сгребем весь свой груз, все свои проблемы и печали, и потом очень сильно недовольны, что этот человек, значит, тоже чем-то недоволен, а он же на нас тоже сбрасывает свои проблемы. То есть у нас какой союз классный получается? Встретились две половины, и каждая на другого, кто быстрее, пытается набросить свои проблемы. И вот они сидят в этих двух проблемах огромных, да, с кучей обвинений, я думала, что ты такой, а я думала, что ты такая, но перед этим было все классно, они немножко отрахались, нарожали детей, и вот они сидят все в кружочке, и детей этих друг на друга перебрасывают, и свои все нерешенные проблемы, никто же не личность, никто из себя ничего не представляет. В лучшем случае мужик как-то научился зарабатывать, а женщина говорит, подожди, ты мне должен, но мы с вами забываем, что история про убить мамонта и семейный очаг, это немножечко до нашей эры. То есть мы с вами любим мешать, то, что мы слышали. Мы говорим, я про семейный очаг, ты, значит, про мамонта, но он же не мамонтами занимается, он другими вещами занимается, а потом еще начинается, я хочу, чтобы ты мне еще и секс делал, как вот моя подружка сегодня курсы выпускает, и кунилингу сумел делать, и то умел делать, и то он сидит и говорит, я не понял, мы про мамонта, про деньги, про детей, про собак, вообще о чем идет речь. И вот все сидят, смотрят друг на друга, история про половинок забудьте. Вы должны всегда понимать, сейчас у нас Оля начала со здравия, закончится у покоя, вы всегда должны понимать, что единственный способ получить какой-нибудь, хотя бы на какое-то время, хороший союз – это войти в него целостным, с пониманием, кто я, вообще кто я, чем я занимаюсь, что меня прет, как я себя обеспечиваю, мы живем в материальном мире, если кто-то забыл, то нам нужны по-прежнему деньги, да, то есть, что я люблю, как я чувствую, кто мои друзья, не история про давайте жить вместе, здравствуй мой партнер, я люблю кататься на санках, а я ненавижу кататься на санках, ну, ты же мой мужчина, ты должен катать меня на санках, и вот опять началось, опять друг на друга всего, значит, навалили, и сидят недовольные, нет, единственный способ, хотя бы на какое-то количество лет, зависнуть вместе, без каких-то обвинений, это войти в брак, с пониманием, ну, или в брак, в отношения, неважно, брак это или не брак, войти в отношения, с пониманием, кто я, чего я хочу, и какая моя жизнь, и вот мы обмениваемся, слушай, моя жизнь такая, моя такая, прикольно, а мне нравится это, а мне нравится это, и вот если мы понимаем, что у нас с этим все окей, и главное, у нас совпадает, я хочу развиваться, и я хочу развиваться, не одним заниматься, а параллельно, хотя бы, у нас совпадают цели, не история про, мне ничего не надо, я хочу сидеть на диване, а я хочу покорять вершины, все, вот девочки часто ко мне приходят и говорят, что делать, он ничего не хочет, могу ли я медитациями заставить его двигать, вы не можете ничем заставить его двигаться, вы можете себя заставить двигаться, и двигаться можете сами, а кого-то заставлять нет, человек либо хочет этого, либо нет, зачем вам тратить свою энергию для того, чтобы кого-то поменять, зачем, ну я же его люблю, должны прекрасно все понимать, мы взрослые люди, и мы за жизнь с вами проживаем херову, простите, тучу микрожизней, маленьких жизней. Вы можете сейчас взять и вспомнить свои каждый год, посмотреть свои фотографии в айфоне, хотя бы десятилетку отмотать, и увидеть, сколько разных микрожизней вы прожили, как по-разному вы выглядели, как по-разному вы думали, какие у вас были разные планы и цели, и представления. Я люблю вообще, знаете, блокнотик открыть с начала года. Открыть и почитать, что я там хотела, и думаю, ёпсель. Кто была эта женщина? Я сейчас смотрю все время фотографии свои, и я ничего не могу понять, кто эта женщина, как, почему, это я, я вообще не ощущаю себя такой. Поэтому говорить о том, что встретились два человека, и на протяжении всей жизни, значит, они там параллельно вместе, так не бывает. Вы сказок обчитались, не бывает так. Это огромная работа и какие-то договоренности двух разумных людей, если им это надо. Вот нужно это просто прекрасно осознать для себя. Тогда у вас не будет никаких страданий, когда в какой-то момент вы обнаружите, что человек, который живет рядом с вами, например, да, он стал другим, или вы стали другим, или вы его по-другому ощущаете. Тут фиг знает, кто стал другим. Оба постоянно становятся другими. Вы начинаете отношения с одним человеком через месяц, и вы, и он уже другие. И это надо понимать. И если вы двигаетесь в одном направлении, классно, еще и в темпе желательно одном. Если нет, то скорее всего не стоит, и потом ты сидишь, как я могу его подвинуть, с собой займись, вы должны осознать простую штуку, что единственный человек, на которого вы можете быть залипнуты всю жизнь, это вы сами. Это единственный персонаж, с которым вам хотите вы или не хотите, придется прожить ровно столько, сколько там вам дано или сколько вы себе отпустите. Это, кстати, еще одна суперсила, о которой я хочу вам напомнить, которая дана человеку. Он может сам определить, когда ему выйти из жизни. Вы просто подумайте об этом. Вот какую суперсилу дали человеку. Я, если бы, например, раздавала, я бы никогда не разрешила человеку самостоятельно решать, когда ему выходить из жизни. Вот никогда бы не разрешила. Это было бы самое забавное, когда человек в 25 лет или в 30 уже решает, что все, он уже все прожил, у него уже большой опыт, он уже собирается умирать. Вы знаете, есть такие трупы 30-летние, им уже ни черта не надо. Энергии нету, ни хера нету, пузо есть, что-то там еще претензии есть, проблемы есть, все есть, значит, он собирается умирать. Он же такой, ну, мне уже 30 лет, между прочим, деточка, ты-то вот когда доживешь, вот тогда ты и поговори. Мне, кстати, помню, когда мне было лет так 12, я помню таких тет, которые мне так и говорили, что 30 лет, когда ты живешь, женщина, вот тогда, значит, ты и будешь. И вот ты в 30 лет начинаешь умирать. Так, а сука, живешь до 120, а тебе вот так взяли, глядь, и подарили до 120, сука, живи. И ты 90 лет дохнешь. Вот просто дохнешь. А? Огонь? Ну, нет. Некоторым счастливчикам, точнее всем нам дали пульт, даже от своей жизни. Говорят, ладно, наипался, иди, сбросься с моста, не знаю, сожри таблетки, вены не режьте, потому что другим мыть это, вы должны думать об этом, что другим это мыть. То есть, если хочется уйти, надо спокойненько отшугануть, вот, и так далее. Так вот, если бы я была вот этим вот человеком, Всевышним, Вселенной, я бы никогда бы не дала такое право, что бы просто вот кому-то это было прям наказанием, жить 110, 120, 130, если можно, я бы еще приписывала бы возраст этим людям. Но у нас есть такая суперфункция, поэтому не забывайте, в принципе, да, то есть, я всегда тебе повторяю, сдаться ты всегда успеешь. Вот когда, знаете, накрывает, я такая, штольчик устала, тяжелая у тебя жизнь, такая, да, тяжелая, ну, давай, детка, крепись, хочешь с балкона, подхожу, сука, нету балкона, у меня, во-первых, на вторых, невысоко, придется жить. Почему? Это очень хорошо, то есть, я понимаю, что да, в принципе, пульт управления, можно нажать кнопку, а пока поживем. Но вернемся, да, к вот этим историям про зависимость. Кто смотрит этот эфир и пытается понять, значит, о чем он, не пытайтесь, значит, просто расслабьтесь сейчас, давайте, я как Кашпировский, опять выдала свой возраст, значит, просто расслабьтесь и постарайтесь принять долю энергии, которую вам сейчас придет. вот, вы не будете знать, что с ней делать, возможно, я вам в конце подскажу, если меня не отключат инстаграм. Итак, погнали. Значит, входим опять в состояние вот этих вот зависимостей, которые мы сами себе делаем. То есть, что такое по сути зависимость? Это по сути. Например, я вышла замуж, к примеру, или живу с каким-то чуваком, не важно. И вот, значит, я такая, живу, еще ребенка я его родила, и живу, и понимаю, что, блин, вообще так мне плохо с ним, так, значит, с ним все тяжело, денег не то, это не то. В общем, всем подружкам я сказала, что все, гад и тварь. Мне говорит одна, а что ты с ним живешь? Я такая, ну как же, он же отец моих детей, мы же с ним уже 30 лет прожили, у нас с ним одна квартира, одна перина, там, я не знаю, одна собака. И что? Ну как же? Вот каждый раз, когда вы вот это вот чешете, когда вы начинаете рассказывать себе, почему вы не можете чего-то в своей жизни изменить, пузо свое не можете изменить, или почему вы в 30 выглядите как баба старая, вот, или мужики, блин, частенько наблюдая такое, в 30 уже такой, блин, ну просто капец. И такой, ну мне же уже 30. Ребят, вы чего? Вы должны помнить очень простую штуку, что вы в жизни можете поменять. И вот этого мужика, который рядом с вами, и тот, который в зеркале, и бабу ту, которая постоянно ноет, что ей уже сколько-то, у нас с вами есть этот выбор. Вот эти истории про зависимости, я уже ничего не могу изменить, потому что, почему? Потому что я не зарабатываю денег. Это что, денег не можешь заработать? Ну я не знаю. Что ты не знаешь? Что ты не знаешь? Жопу не можешь оторвать свою? В чем? Что ты не знаешь? Вот здесь все ваши тараканы собственные живут. Понимаете? Как только вы говорите в своей голове, что вы чего-то не можете, вы не талантливы, у вас не то время. Ребята, я уже устала повторять. Время, все время не то. Вот моя осознанная жизнь началась в 2008 году. Ладно, хер с ним, в 2009 году. Тогда, когда я столкнулась напрямую с вопросом заработка денег. То есть, когда я была в группе, мне платили зарплату, то есть я стала предпринимателем. Я стала предпринимателем и женой в не очень удачно сложившихся финансовых обстоятельствах. Я стала человеком, для которого вопрос денег стал актуальным, потому что мне никто их не давал и даже не платил зарплату. Мне приходилось шевелиться. И вот с этого самого периода, все время, которое я помню, с 2009, оно, сука, все время кризисное и неудачное. То финансовый кризис, то одна война, то, блядь, вторая война, то, что там еще у нас было, коронавирус этот гребаный 3 года. У нас постоянно какое-то состояние жопы. Но давайте уже с этим смиримся. И поверьте, дальше будет еще жопней. Жопа – это уже уровень нормы. То есть, вы должны осознать, что кризис и норма – это знак равно. То есть, вас это не должно уже никак шокировать. Это как вы с утра встаете и такие, блядь, светло. Светло? Откуда свет? Ну, это уже уровень нормы. Все. Нас все время будет шокать. Если вы находитесь в состоянии такого, что сейчас закончится война, закончится коронавирус, все закончится и что? И начнется еще миллиард других жоп. Знаете почему? Потому что жизнь – это про жопу. Только мы это воспринимаем как жопу. Это не жопа. Это на самом деле… Хотела сказать, передница. Это на самом деле и есть жизнь. Жизнь – это не ровная линия. Это смерть. Вас опять обманули. Это смерть – ровная линия. И то я подозреваю, что недолго. Я думаю, что многие ждут этого момента, а там все происходит очень быстренько. Ты так… И опять тебя хуяк куда-то и выкинули. И опять говорят – живи, трансформируйся, работай над своим сознанием, отрабатывай свои кармы. И так далее. Вы что думаете? Вы что думаете, что в этой жизни вы что-то там натворили, а потом следующие такие родились младенчиком. Да? И у вас все зашибись. Да нифига. Мы все это отрабатываем. Поэтому примите, что жизнь… Вот эти американские горки – это постоянная история. Вы катались когда-то на американских горках. Вначале ты садишься, вот перед тем, как у тебя первый вот этот идет съезд вниз. И ты думаешь – пиздец, что я сюда сел? Я никогда в жизни больше не хочу здесь сидеть. Выпустите меня отсюда, но ты привязан. Куча людей еще сидит, и ты понимаешь, что тебя точно никто не выпустит. Потом ты летишь вниз, и ты проклинаешь всех. Зачем я сюда сел? Зачем я родила этого ребенка, который заставил меня сюда сесть? Я больше никогда. Да. В какой-то момент ты продираешь глаза, а дальше тебе начинает нравиться. И в Мексике чудеса случаются. Чудеса случают, Наташа. Умные, мудрые девушки, которые правильно учатся у правильных людей, всегда случают свои чудеса. Умничка. И вот ты летишь, значит, вот это вот все с тобой происходит, и в какой-то момент тебя начинает переть от этого. Так вот я вам хочу сказать, что если вас еще не начало тащить, ну тащить, давайте так, если вы еще не начали испытывать оргазмические удовольствия от того, что сейчас происходит с вами, и от того, в какое время фантастическое вы живете, и от того, как много у вас сейчас возможностей, потому что сейчас такое время, когда если вы скажете, я хочу переехать в другую страну, в другой город, я хочу бросить этого мужика, я хочу, я не знаю, там, родить 25 детей, я хочу купить себе еще собаку, вас никто ни в чем не обвинит. Вы же очень переживаете за общество, вас сейчас никто ни в чем не обвинит. Потому что происходит такой пипец, что каждый, в принципе, держится за собственные печели, да, и пытается каким-то образом не сорваться. Удивительное время. Вы себя сейчас, ваш же мозг требует оправданий, вы сейчас себя можете во всем оправдать, вот вообще во всем. Что бы вы сейчас не решились натворить, вы себя можете оправдать, у вас есть шикарное оправдание, потому что, блядь, такое в мире происходишь, и просто капец. Можете ядерку привязать, можете привязать, я не знаю, там, сумасшедшего Путина, можете привязать вообще чего угодно. Вот что вам нравится, то и можете к этому привязать. Любое оправдание написать на листике, поставить перед собой и сказать, я это делаю, потому что. Вот любое. Вы можете жениться, разводиться, я не знаю, там, 24 жены себе завести, может быть, вы всегда о них мечтали, сбежать, я не знаю, там, на груди сделать татуировку, ходить голой. Вот вообще тупо все. Сейчас век вот таких возможностей у нас. Поэтому, когда вы начинаете сидеть и рассказывать, почему нет? Нет. Ну, осознайте просто. Я хочу, чтобы вот вы сейчас, вместо чувства страха и привязки к вот этому, я ничего сейчас не могу сделать, я сижу и жду, пока все закончится. Да не закончится оно, мать вашу! Но закончится это, начнется следующая жопа. Мы с вами какое-то время назад мечтали, чтобы у нас закончился карантин. Я сама об этом лично говорила, сидя дома, боже мой, боже мой, как много раньше у нас было возможностей, сейчас мы дома. Блядь, сейчас мы вообще были где угодно. Я не знаю, как вы проводите время, да, вот военное. Я прям прекрасно его провела. Везде. Просто везде. Где только могла, я его провела. Мне даже страшно представить вообще, что это все со мной было. И то, что сейчас с людьми происходит, и вообще все, что происходит. Но уже на голову налазит абсолютно все. И я понимаю, что раз уж мы живем в такое время, вот когда вообще тупо все может быть. Мне казалось, например, что вообще вот происходящее, то, что сейчас происходит, когда об этом кто-то заикался, мне казалось, что это просто крызанутые люди. То есть этого быть в цивилизованном мире не может от слова совсем. Оно происходит. И я уже понимаю, что уровни этих границ, ну мы уже переплюнули, мне кажется, Голливуд, да, по происходящему, вообще по всему, чему только можно было. И это дает нам право ощущать свободу в собственном выборе. Понимая, что, блин, а может, ну его нахер, а может, я хочу стать кем-то другим, а может быть, я хочу заново все начать, в этой жизни заново. Заново придумать себе свой собственный сценарий жизни. Ведь что я сейчас теряю? Да вообще ничего. У меня практически каждый день мои ученики или райтовцы, кто не знает, я веду марафон по перезапуску жизни, где мы пишем книгу о жизни своей мечты. Так вот практически каждый день мне кто-то присылает картинки и показывает, значит, что его какая-то глава очередная, которую он описывал, осуществилась. Все люди, когда об этом писали, они все говорили, ой, ну типа все классно, но я и вот это место, ну такого быть не может. Люди виды, которые описывали в доме, показывают, что они сейчас живут с таким видом. Охреневают от этого. Да, попали по другим обстоятельствам, да, не так, как казалось. Но вы должны сейчас осознать, что уровень возможностей настолько Вселенная расширила и показала. И, кстати, если вы считаете, что сейчас происходят события непланетарного масштаба и не меняются уровни вибрации нашей Земли, наших планет, почитайте немножко об этом. Это планетарного масштаба события. То есть людей, простите, зашкаливает в голове не просто так. То есть это не просто так им приходят в голову мысли про войны, это вот так это происходит на планетарном масштабе. Начинают шарики за ролики сходить. И очень сильно надеюсь, что Вселенную все-таки труханет так, что ебанутые куда-то денутся. Ну такие совсем уже, знаете, труха. Я, кстати, сегодня заметила, что стала ругаться матом в этом эфире. Я уже даже представляю, какие будут мне некоторые комментарии. Но простите, сегодня ППР, что называется. Бывает и такое. Вот я энергичная такая ночью. Я же ночью редко веду эфиры. Вот я решила попробовать. Видимо, снова не буду спать. Итак, давайте снова вернемся к привязанностям. Чем опасны привязанности? Привязанности не дают вам двигаться. То есть уровень привязанности, когда мы привязываемся к стенам, к людям, к эмоциям. Я же привыкла себя чувствовать хорошо. Или я привыкла быть хорошей девочкой, а вдруг мама во мне разочаруется. Как же так, да? То есть я там привыкла, что меня любят. Или я привыкла, всем нравится. Да похуй мне, нравлюсь я вам или нет. Ну что мне поделать с тем, если я все равно кому-то буду не нравиться? Это, кстати, не я вам сейчас говорю, а вообще ваше обращение к миру. Вы должны это прекрасно осознать. Вы все равно не будете всем нравиться. Ну какого черта стараться? Зачем так сильно стараться быть для кого-то хорошей, если все равно будет большое количество людей, кому вы не понравитесь? Вдохнули, выдохнули и начали жить своей собственной жизнью. Это очень правильный момент, понимаете? Точно так же, как в отношениях. Пытаться подстроиться под своего партнера, чтобы он наконец оказался вами доволен. Но он все равно, если ему нравится быть недовольным, он все равно будет вами недоволен. Какой смысл в этом? Ну скажите, пожалуйста, гораздо круче, когда ты пытаешься осознать, какой ты? Какой я? Какая я? Чего я хочу? Что мне нравится? Как я себя ощущаю в этом мире? Чем я хочу заниматься? Вы все равно не сможете всем угодить. И каждый раз, когда вы пытаетесь это делать, ваша энергия все время растекается. Вы ничего толкового в жизни не можете сделать. Потому что вы пытаетесь, значит, каким-то образом чего-то там съесть, и вот эти страхи к своему стулу, да, он же тут мой родной, а что обо мне подумают. Вот я поняла, что самое лучшее, что я в жизни делала всегда, это, точнее не всегда, а самое лучшее, что я начала делать, это стал период, когда я начала больше думать о себе. о том, кто я, о том, чего я хочу, о том, какие у меня ценности. Это очень классно. На самом деле это, наверное, самая сложная работа в нашей жизни, потому что честно отвечать себе на эти вопросы порой очень страшно. Потому что в огромном количестве случаев оказывается, что очень многое из того, что у нас есть, это не то, что нам надо, да, это то, что хорошо для других, то, что хорошо выглядит. Да, сегодня одна девушка написала мне такую фразу, она сказала, ну вы же всегда были для меня примером для подражания. Поэтому я считаю, что, ну вот, я имею право знать, как у вас там обстоят дела в этой сфере. И мне так смешно стало, ну, я не то, что с нее смеюсь, вообще я говорю, ну, знаете, вот, наверное, больше всего в жизни я бы не хотела быть примером для подражания. Просто потому, что я не хочу, чтобы были люди, которые вообще кому-то подражали. Просто не хочу этого. Каждый из нас имеет право найти себя. Это лучшее, что может быть. Вот эти, да, все вопросы про личные отношения. Друзья, ну, позвольте мне иметь право на свою личную жизнь. Я так много всегда выкладывала своей жизни, там, с кем я, что я, как я. Ну, я имею право, если я молчу на какие-то темы, молча. Ну, конечно, имею. Но я не хочу обсуждать, например, там, свою личную жизнь или что-то еще. По каким причинам? По своим. А раньше вы хотели, а сейчас не хочу. Ну, я же взрослый человек, да, мне уже, слава Богу, 21 исполнился. Вот. Имею право? Конечно, имею. Имейте тоже уважение к чужим личным границам. И выстраивайте свои собственные. Это нормально. Говорить на какие-то темы и не говорить. В определенный момент что-то показывать или не показывать. Ну, какая разница? Фокусируйтесь на себе и имейте уважение к чужим границам в том числе. Вам же не нравится, когда ваша мама или ваша подруга, неважно, ваша мама, рассказывает вам, что вам пора рожать, или вам надо разводиться, или вам надо заводиться, или что тебе делать. Вот я, знаете, всю жизнь благодарна своей маме, несмотря на то, что она вроде как обычный человек, вот, да, которая выросла в окружении женщин, которые вечно суют свой нос в дела своих детей. Но моя мама, спасибо тебе, мама, большое, если ты вдруг случайно посмотришь этот эфир, никогда в жизни не позволяла мне рассказывать, с кем мне жениться, выходить замуж, разводиться, спать, встречаться. Вот никогда. Я даже на нее в некоторых случаях была обижена, потому что в свои 18-19 надо было несколько парней просто зарубить и просто выкинуть их из моего дома, когда я их притаскивала. Но мама позволяла мне совершать мои собственные, я бы не сказала ошибки, получать свой собственный опыт, создавать свои собственные отношения. И вот, знаете, я это взяла тоже для себя. Я уважаю чужие границы. Поэтому вот это очень хорошая штука. И, кстати, когда вы начинаете эти границы создавать, вы тогда тоже начинаете понимать, что вы вместе с этими границами двигаетесь. И когда на эту территорию ваш партнер, или ваши, не знаю, там, клиенты, работодатели начинают забрасывать ножки или ручки, вы их тоже можете отбросить. И тем самым не входить в зависимые отношения, в такие отношения, в которых вы начинаете страдать и мучиться. Вообще, я хочу сказать вам очень важную вещь, что любые эмоции негативные, которые вы испытываете по поводу того, что что-то не так, это ваш звоночек. Это не история про то, чтобы замолчать. Вот у нас, когда в теле что-то болит, мы что делаем? Таблетку пьём. Нам надо выпить таблетку, чтобы нам полегчало. Но на самом-то деле тело с нами разговаривает, оно нам показывает, что в какой-то из областей нашей жизни есть проблема. Если вы слышали такое понятие, как психосоматика, то однозначно вы понимаете, о чём я. То есть тело подсказывает. Вот если у вас что-то заболит, какая-то часть руки, вы вбейте там психосоматика, можете Луиза Хейта, например, плечо, и посмотрите, что там пишут вообще, что там, сложности выбора, там ла-ла-ла, подумайте об этом. Потому что порой нам достаточно прочитать и понять, где у нас есть проблема. У меня, например, где-то года полтора назад, может быть год, не могу точно сказать, год, наверное, у меня полетел копчик. Полетел так, что, что значит полетел? Я просто в какой-то момент не смогла сесть. У меня начались жуткие прострелы. Кто-то не знает, копчик – это самый низ хвостик нашего позвоночника. Я просто не могла сесть. У меня начались такие прострелы, острые боли. Я не могла сесть в машину, короче, просто орала. Ну, вот такие острые были. Я пошла, сделала УЗИ. У меня выгнулся копчик в другую сторону, но это было незначительно. Но с копчиком я мучилась много. Ну, не знаю, месяцев, ось. Копчик – это вообще, ну, как и позвоночник, да, то есть вообще копчик находится в нижнем тазе, да, отдел. Это как основание, это опора, опора. Я поняла, что я свою внутреннюю опору утратила. Она у меня куда-то сместилась, и я не могла ее найти. Свою внутреннюю опору. Я потерялась. Я не понимала, чего точно я хочу. И я прекрасно понимала, что никакие, блин, мази, хуязи, упражнения мне не помогут до тех пор, пока я не найду эту опору в себе. И когда это произошло, а произошло это естественно, в период войны, когда я уехала, да, я не могла ехать тоже, а сидеть не могла. Я все время так садилась только на бок, потому что не могла опираться на… Ну, так как я сейчас сижу. Только через пару месяцев уже в ссылке в Италии я вдруг поняла, что у меня больше не болит копчик, что опора моя найдена в самой себе, и что ситуация, которая мне была дана, она мне позволила эту опору нащупать, потому что у меня не было времени, возможности бояться, сомневаться, да, мне надо было просто выезжать, вывозить детей без лишних всяких мыслей, там, разборок личных или еще чего-то. И я прекрасно с этой задачей справилась. Поэтому психосоматика очень важная, серьезная вещь. Вот, поэтому я уже не помню, о чем мы говорили, как это часто бывает, но мы с вами говорим про зависимость, да. Лучшее, что можно сделать с собой, это создать себя целостным, постараться опираться на себя, на свой выбор, на свои желания, да. Когда мы говорим про опору на себя, это означает, что я перестаю удовлетворять желания других людей и начинаю удовлетворять свои собственные. Конечно, когда мы всю жизнь удовлетворяем желания других, да, то есть мы там, типа, делаем то, что нужно социуму, вот, в какой-то момент надо было выйти замуж, в какой-то момент нужно быть хорошей женой, в какой-то момент нужно поддерживать, короче, постоянно, блядь, что-то нужно, да, воспитывать детей, быть хорошей матерью, собакой, еще кем-то там, любовницей тигрицей, работницей, там поддержать мужа, там еще что-то, еще что-то, в какой-то момент ты сидишь и думаешь, мать твою, я что, родилась поддержкой, у меня какая-то должность поддерживающая, где я в этом все? Потому что на все, что хочу, хочу я, нету либо времени, либо денег, либо когда-нибудь потом. И вы знаете, когда до меня начали доходить эти какие-то вещи, мне стало очень интересно, потому что, с одной стороны, вроде как ты ведешь какую-то насыщенную жизнь, там ла-ла-ла, с другой стороны, ты где-то теряешь себя. Вот мне часто задавали вопросы, например, я плотно занималась свадьбами, почему ты ушла со свадьб? И я всем говорила одно и то же, правду. Я говорила, вот вы знаете, я в какой-то момент поняла, что меня начинает от них тошнить, от людей, от обучения на эту тему, от разговоров на эту тему, вот просто меня начинает тошнить, от слова свадьбы. Люди не понимали, не верили, а у меня реально был рвотный рефлекс, мне даже кровь с носа шла, вот настолько я не хотела этим заниматься, то есть мое тело начало отторгать это. Вот звучит дико, я с вами согласна. Но я дошла, например, до этого состояния. И у меня был потом очень непростой период поиска себя, то есть поиска того, я где-то ходила в трех соснах и не понимала. Кстати, сейчас очень интересно, я несколько лет уже занимаюсь темой мышления, и Фейсбук, который я начала вести, оказывается, лет десять назад, он, знаете, все время выдает напоминания. И вот что интересно, мне выдает напоминания, например, моих постов десятилетней давности, в которых идет ровно то, о чем я сейчас рассказываю. И я думаю, вот насколько это во мне давно живет, да, то есть это вот насколько я этим проросла, насколько мне это интересно. И я хочу вам сказать, что если вас тошнит от людей, от места, где вы находитесь, от себя в зеркале или от себя, от своего занятия, вот с этим нужно начинать что-то делать, потому что, как я уже сказала, Вселенная может над вами пошутить и дать вам там 130 лет жизни, а вы уже все считаете, что ваша жизнь окончена. Ваша жизнь будет окончена тогда, когда будет этот пи и белый свет. Ровно до этого момента она продолжается, и это нужно понимать. Мы сегодня с вами находимся в том периоде таком интересном, когда никто не знает, у кого когда этот белый свет настанет. Ну вот давайте, если так уже совсем. Да, это, кстати, без пессимизма, это просто история про правду. И я уже тоже неоднократно говорила, что не обязательно от пули можно умереть. Мы с вами там пару лет назад, даже год назад, все вспомнили, что умереть можно только от коронавируса почему-то, все страшно боялись этого вируса, да. Вот, а сейчас нам кажется, что можно умереть только там от ракеты или от прилета. Ну нет, ну по-прежнему отрываются тромбы, по-прежнему можно неудачно что-то оглотнуть, и по-прежнему у каждого из нас есть, возможно, ряд каких-то заболеваний и особенностей, которых мы не знаем. То есть, ну как бы всегда есть способы, всегда есть способы. Поэтому все дети этого боятся там, ну и зачем? Живите и наслаждайтесь. Наоборот, осознайте, что да, жизнь заканчивается когда-то, и поэтому жить надо в тысячу раз усердней, чем когда-либо. И еще раз повторяю, когда ты осознаешь, что жизнь может закончиться, тогда ты думаешь, а какого хера мне тогда что-то терпеть? Зачем мне быть в жизни, которая мне не нравится, если она тем более может завтра закончиться? Я когда, например, с кем-то общаюсь, и человек недоволен, я ему говорю, слушай, смотри, сейчас сирена орет, сейчас прилетит сюда ракета, ты сдохнешь недовольным. По какой причине? Давай обсудим причину твоего расстройства. Представляешь, ты потом такой стоишь на белом экране, тебе говорят, о чем ты думал в последние минуты? А ты возмущаешься, значит, что со стола кто-то не убрал. Ты такой, типа, я умер недовольный, потому что со стола суки не убрали, потому что собака насрала, и я на это наступила. Но неужели ты считаешь, что это самая большая проблема в твоей жизни сейчас? Ну правда? Почаще давайте себе по фейсу, почаще смейтесь над собой, почаще ставьте себе какие-то интересные, амбициозные цели, чтобы вам было интересно жить. Вы начинаете нудиться и скучать именно тогда, когда уровень ваших мыслей, вот этого всех вашего внутреннего, он опускается на низ, когда для вас самым важным становится это грязный стол или чистый стол, это, я не знаю, там еще какая-то фигня. Ну, ребят, ну правда, что ли? Ну сами подумайте иногда. Вот посмотрите на себя со стороны в какой-то момент. Ну, когда как не сейчас реализовываться, пробовать что-то делать? Когда как не сейчас? Ну сколько уже можно вот это бояться и сидеть, а вдруг я буду хуже, а вдруг ты станешь самым великим? Почему вы всегда начинаете развитие со слов «у меня не получится», почему никто не начинает со слов «блядь, я стану великой сейчас», я сейчас попру, ну какая разница, ну не получится и что будет? Ну что будет, если не получится? Что случится? Что такого случится? Если не получится, с тебя будут смеяться? Ну перестань. Откуда это высокое самомнение, что кому-то есть для тебя дело? Вот знаете, каждый раз, когда мне кто-то говорит, с меня будут смеяться. Я говорю, да на тебя даже никто не посмотрит в этот момент, успокойся. С чего ты взяла, что ты будешь всем интересна в тот момент, когда у тебя не получится? У тебя есть единственная возможность обратить на себя внимание, это если у тебя получится. Если у тебя не получится, то ты вообще останешься серой тенью. Успокойся, газеты не напишут «Нью-Йорк Таймс», мама, вы знаете, у нее не получилось. Да нет, ну нету никому до вас дела. Ну просто поймите, просто поймите. Если вы хотите, чтобы что-то заметили, нужно делать это громко. Это знаете, вот у меня есть такая замечательная история, называется история про порванные колготки. Я помню, как я пришла на какой-то мастер-класс выступать, между прочим-то. И у меня где-то сапогами, замком зацепилось, значит, на колготки, и такая маленькая дырочка образовалась. Я вот выхожу, и мне кажется, что все, абсолютно все смотрят на эту дырочку. Я выступаю, а у меня язык, знаете, вот так. И я, блин, эту дырочку прикрываю, и я понимаю, что я не могу просто с этим жить. Вот я не могу говорить ничего, потому что у меня эта дырочка. И я говорю со сцены, кто был на моих публичных выступлениях, знают, что я так умел. И я говорю, да, у меня тут дырочка, значит, на колготках, кто ее видит? И, типа, и все молчат за ней. Я говорю, никто точно не видит. И такая на первом дуке, говорю, вы точно видите, вот вы смотрите. И я беру, и так разрываю полностью эти колготы до дыр. И говорю, все, теперь все видят, что у меня дырочка. Поэтому не надо ее обсуждать, значит, и я продолжу. И я продолжала выступать полностью в дырявых колготках. И чувствовала себя при этом прекрасно. Потому что я понимала, что мне их теперь не надо скрывать. Уже теперь очевидно, что они дырявые. Уже никто не будет говорить, ты видел у нее там дырявые колготки? У меня почему-то это парило и крыло. Вот поэтому вы должны осознавать, что если вы облажаетесь, так облажаетесь уже тогда, ну там, типа, громко. А если вы просто облажаетесь, никто на вас не обратит внимания. Но если вы достигнете успеха, вот тогда вы станете интересны. Тогда, прежде всего, на вас обратят внимание. И это еще одна причина что-то пробовать новое. Потому что, когда вы начинаете развиваться, когда вы выходите из вот этой привязки, когда вы в какой-то момент думаете, да не пошел бы ты на хер, я не хочу с тобой жить. Разворачивайтесь и уходите. Когда вы в какой-то момент думаете, да не хочу я этим заниматься и здесь работать, да не хочу я здесь жить, да не хочу я так жить. И вы делаете себе какой-то амбициозный такой, знаете, хлопок по фейсу, тогда у вас появляется энергия для жизни. Тогда у вас появляются возможности. Мы все время ожидаем, что к нам придет сначала энергия, значит, затем возможности. Так не бывает. Сначала нужно поднять жопу со стула и что-то сделать. Как минимум взять кирпич и бросить его в окно. Что-то начать делать. Я это называю эффект железного шарика. Когда мы берем железный шарик, запускаем и он рикошетом начинает отбивать. И мы начинаем что-то бегать, решать как его словить. У нас жизнь появляется. Понимаете? А пока мы такие сидим, смотрим на этот железный шарик, это не про жизнь. Это про какое-то жалкое существование. Зачем? Зачем оно вам нужно? Зачем? Просто задайте себе вопрос. Но жизнь это точно не про родился, умер. Ходил в это время в школу и зарабатывал зарплату и платил налоги. Так как нам эту жизнь пытаются показать в государственном устройстве. Но вы правда считаете, что это про жизнь? Про то, чтобы подождать, пока умрет ваша бабушка, продать ее квартиру, отложить всю жизнь ебашить, отложить еще денег и купить двушку. И потом умереть и оставить ее дети. А дети между собой обязательно рассорятся, потому что они поделят эту квартиру. Вы правда считаете, что про жизнь? Или про то, чтобы жить с мужиком? Ну главное в браке. Да? Главное в браке. Или с женщиной. Главное в браке. Ничего страшного, что друг друга ненавидим. Ничего такого. Зато мы прожили с семьей. И наши дети не будут знать, что сука такой развод. Оно? Огонь? Класс? Че еще? Какие еще есть варианты? Ну то есть все эти привязанности портят вашу жизнь. Все эти привязанности лишают вас самого главного вкуса и возможности испытать и попробовать на вкус, какой вы. Какой вы. Что вы умеете. Чего вы можете. Где ваши горизонты. Где ваши масштабы. Пока вы сидите и пытаетесь выжить, вы умираете. Можете записать эту фразу. Понимаете? Вы умираете, пока вы сидите и пытаетесь выжить. Да. Безусловно. Есть очень острые ситуации и в нашем случае это не переносное значение. Но вы сейчас не назов встали и вас сейчас не хуярят. Вы сейчас просто закрыли себя в коробочку. Сейчас у большинства людей есть выбор, что делать. И пауза это не выбор. Пауза это смерть. Это вы сидите и ждете чего-то. Мало того, давайте вспомним про самое главное. Что наша эмоция создает нашу энергетическую вибрацию, которая и притягивает к нам определенную ситуацию. И поэтому, когда вы негативите, когда вы находитесь в состоянии страха и паники, вы обязательно в свою жизнь все говно притянете. То есть просто даже не сомневайтесь. Вам даже для этого не нужно быть в Украине или в России, в каком-то определенном городе или месте. Располагаться на базах, авиадромах, аэродромах. Вам не надо это. Вы обязательно какую-то жопу притянете и так. Ну поверьте. Это важно понимать, что ваше самое ценное находится вот тут в коробочке. И пока вы себя вот здесь… Почему я вам говорю, что нужно какие-то ставить себе цели сейчас особенно? Потому что надо внимание переключать. Надо с момента страха, что мы скоро все умрем, если мы все умрем, мы это не пропустим. Ну вот просто поймите. Мы это не пропустим, если мы все сдохнем. Мы не пропустим с вами ядерную бомбу. Да не пропустим. Ну не бойтесь. Ну никак это… Тут мы не можем это пропустить. Радиационный взрыв. Мы ничего этого не пропустим. Можно не мониторить. Успокойтесь. Можете пока спокойно жить своей жизнью яркой и динамичной. Понимаете? Я пришла на тренировку к своему Владу по танцам. А он мне говорит, когда вот это вот была история с тем, что там кто-то куда-то летел, начнется ли война, Тайвань. И он говорит, ты видишь, летит самолет. Я ему говорю, Влад, давай потанцуем. Он говорит, нет, ну ты понимаешь, что может начаться сейчас третья мировая. Я говорю, ну хорошо, а у тебя есть какой-нибудь зал из бомбоубежища? Мы, говорю, будем танцевать. Я хочу до последнего танцевать. Мы будем нормально отрываться с тобой. Я говорю, не знаю, мы уже до этих голой будем танцевать, откуримся. Мы как-нибудь нормально проведем, блядь, время. А точно не будем сидеть и вот это ждать. Ебануло нас уже или не ебануло? Ну мы не пропустим этого. Ну уже просто это осознайте. Ну добавьте уже в жизни чего-нибудь остренького. Ну уже хватит вот этой вот всей серьезности там, всего этого страха. Мы уже просто задолбались от этого. Ну нет, вот я лично уже устала. Я каждый раз, когда имею контакты с девчонками, своими знакомыми, которые находятся сейчас за границей, я вижу, какой у них дикий страх. Особенно, если у меня орет сирена. Они говорят, у тебя орет сирена. Я говорю, подожди, я сейчас окно закрою, прости, типа громко. Действительно, реально орет. Неудобно разговаривать. Мы устали бояться. Слушай, ну все уже. Мы уже живем. Мы уже поняли, что нам надо жить. Потому что бояться не есть жизнь. Зачем умирать раньше времени? А если нас не убьет? Ну обидно будет. Мы опять проявшим жизнь. Понимаете? Ну опять. И снова. Поэтому делайте выбор. Где вы хотите быть? Тут, там, здесь. Ну у нас полно выбора. Нам опять кажется, что этого выбора нет. У нас есть постоянно выбор. У нас его никто не отменял. Это вы его сами у себя забираете. Когда вы себя обрекаете на то, что все, конец и капец. Ну нет. Он есть у каждого. Просто в момент страха он блокируется. Реально сама это прожила. Но потом доставаете, открываете двери и вперед. Вперед. Просто. Там. Меня там бросил. Там муж. Там т т т т. Ну бросил. Пошел в жопу. У тебя прекрасный период. У тебя полно мужиков. Теперь раньше у тебя был один. Не самый лучший. А сейчас у тебя огромный выбор. Любых возрастов. Национальности. Полов. Для чего тебе надо мужик. Класс. Раньше тебе нужно было стать неприличной женщиной. Чтобы этого как-то бросить там. Тебе было жалко его. А сейчас он сам свалил. Просто сам взял и свалил. Так. Радуйся. Ну что. Ну во всем абсолютно. Во всем абсолютно. Можно для себя сегодня находить миллиард возможностей. Просто поймите это. И все. И пусть вам будет счастье. И каждый раз, когда вам хочется помыть. Вы себе спрашиваете. А что одно. А что одно. Что тебе хочется, деточка. Возьми и делай то, что тебе хочется. Вот не надо. Вот убирайте. Вот эти вот все правила, которые на вас там лепят. Можно, не можно. Я завтра в Одессу еду. В Одессу еду. Мама говорит. Значит там к Николаеву там собираются войска. Там ракеты. Я говорю. Супер. Наконец-то что-нибудь будет веселенькое в моей жизни. Я хочу в Одессу. Я хочу к своим подружкам. Я устала. Ну. Ну какая разница. Я хочу. Ну сколько мне сидеть и чего-то еще ждать. И не знаю. И не хочу больше ждать ничего. Моя жизнь today. Today I am happy. Все. Это самое главное. Проснулись сегодня. Живы. Супер. Значит проживаем этот день офигенно. Я хочу вам напомнить очень важную штуку. что наше будущее это не то что потом случается. Ну например. Я решила стать худой. Мечтаю об этом. И вот однажды утром я просыпаюсь и хуяк я худаю. Нет. Наше будущее это то что вы создаете сегодня. Если сегодня я не накачала свой пресс. Не посмотрела что положила в свой рот. То завтра никакой фигуры не будет. Хочу красиво танцевать в будущем. Так хуярь сегодня и танцую сегодня как-нибудь. Не будет так что ты никогда не танцевала и тут 31 декабря ты такая раз и затанцевала. Так не бывает. Ваше будущее это то что вы делаете сегодня. И не будет у вас завтра счастья которое вы написали себе в блокнотике. Загадали желание если вы сегодня не работаете над своим счастьем и над собой. У вас не будет завтра классного настроения если вы не научились это настроение делать. У вас ничего завтра нормального не будет. Для того чтобы у вас что-то было. Тут есть два варианта. Первое вам всегда что-то даст наш чудный мир. Апокалипсис или все вот эти вот замечательные вещи которые нам даются. Безусловно. Безусловно. Будет. Оспа обезьян. Собачья жопа. Еще что-нибудь обязательно будет. 37 мировая война. Обязательно. Либо будет то что вы себе решите. Инстаграм пишет что у меня осталось 1 минута 46 секунд. Я вам хочу рассказать такую штуку. Что во первых у меня 19 по моему 19 числа стартует мой марафон. Который называется законы денег. Я вас приглашаю во первых потому что он очень классный. И он вам поможет немножечко с мозгами. Вообще в принципе с мозгами. Во вторых он вам поможет с мозгами в контексте денег. В третьих вы сфокусируетесь на чем-то нормальном в своей жизни. И перестанете заниматься всякой хренью. Ну и главное поработайте со мной и узнаете почему меня так любят. И почему мои ученики гораздо быстрее приводят свою жизнь в порядок во всех отношениях. Чем все остальные люди. Я очень надеюсь что у вас был не скучный вечерок. Я вас очень сильно прошу сейчас. Когда я опубликую этот эфир. Не поленитесь пожалуйста. И оставьте один комментарий какой-нибудь маленький. Типа Оль это был дурацкий эфир. Или Оль это был классный эфир. Или ребят. Я советую его посмотреть. Сделайте свою инвестицию. Пусть это будет как у нас сейчас модно говорить. Ваш донат. Донейшн. Окей. Информация про мои марафоны есть у меня в шапке профиля. Вот. Поэтому если вам хочется меня полюбить. Пожалуйста. А если вы мне кстати в директ напишите плюсик. Только не напишите словами. А поставите плюсик. Вам пришлет мой помощник книжечку. Вот. Которая я кстати начитала голосом. О том как изменить свою жизнь за одну книгу. В общем. Оля Ермилова. Ваша главная таблетка. И пожалуйста. Я вас умоляю. Хватит хоронить себя. Живите. Когда вы умрете. Обязательно встретимся. Оставьте пожалуйста комментарии после публикации. Не будьте какашками. Все. Люблю. Целую. Отлично. Б Susan. До свидания.